Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Когда длинные ноги помеха, волейболиста команды «Факел» Александра Кеймерова сняли с рейса Самара-Москва из-за длинных ног. Довели до суда. Правоохранители завершили расследование дела об убийстве жены начальника полиции Отрадного и о покушении на убийство его самого. В Самаре в Куйбышевском районе построят новую котельную. Ключевые вопросы сотрудничества на встречу в Москве обсудили губернатор Николай Меркушкин и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. Ноги до Москвы не довели. Волейболист команды «Факел» из Нового Уренгоя Александр Кеймеров не смог вылететь из Самары в Москву из-за длинных ног. Игрока с ростом 215 сантиметров вывели из самолета полицейские. Команда возвращалась с игры 23-го тура мужской суперлиги. Кеймеров договорился поменяться местами с пассажиркой, сидевшей у аварийного выхода, где больше места для ног. Однако бортпроводница сначала вернула их на обозначенные места, а затем сообщила о произошедшем командиру экипажа. Ноги волейболиста, которые не помещались между креслами, якобы помешали работе сотрудников лайнера. Вылет задержали на 40 минут, а экипаж вызвал на борт полицейских, указав, что в самолете дебошир. Перестаньте, немедленно перестаньте. Давай, давай. Снимите кто-нибудь. Снимаем, снимаем, все снимаем. За что меня с самолета снимают? За что? Это не причина. Это не причина. Я не пойду. Полицейские все же вывели Кемерово из самолета. В Москву игрок смог добраться другим рейсом. Директор волейбольного клуба заявил, что в суд обращаться не будет, но ждет официальных извинений от авиакомпании. Завершено расследование дела об убийстве жены начальника полиции Отрадного и о покушении на убийство его самого. Правоохранители выяснили, кто именно наносил удары топором Дмитрию и Екатерине Вашуркина. В зависимости от роли каждого, Виталию Яранкину, Андрею Пермякову, Даниилу Елтышеву и Эрнсту Яцуненко предъявлено обвинение в разбое, убийстве и покушении на убийство. К уголовной ответственности привлекли и 24-летнюю Кристину Чистякова за укрывательство этих преступлений. По версии следствия, в декабре 2016 года супруги по дороге домой заехали в магазин, где и столкнулись с преступниками. Те проследили за семейной парой и, ворвавшись в дом, совершили нападение. Добычей преступников стали три золотые цепочки и портмоне с банковскими картами и незначительной суммой денег. Преступников задержали через пять дней. В погоне со стрельбой полицейские Чапаевска ночью преследовали нетрезвого водителя. В дежурную часть поступило сообщение, что пьяный посетитель кафе сел за руль 12-й. Сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль, но водитель увеличил скорость. Не остановили его и шесть предупреждающих выстрелов в воздух. В итоге автомобиль врезался в препятствие. Водитель пытался убежать и был задержан. Выяснилось, что он неоднократно нарушал ПДД. Сейчас ему грозит лишение прав или административный арест. Оперативники ФСБ задержали сотрудника Ростехнадзора. Инспектор отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью потребовал 30 тысяч рублей от владельца одного из торговых центров в Сызрани. За эти деньги он должен был подписать документы, закрыв глаза на нарушение в строительстве центра. На инспектора возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Ведется следствие. В Самаре построят новую котельную. Она будет снабжать теплом и горячей водой дома и предприятия в Куйбышевском районе. Кроме того, в регионе планируют создать газохимический комплекс по глубокой переработке природного газа. Ключевые вопросы сотрудничества на встречу в Москве обсудили губернатор Николай Меркушкин и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. Так, в планах участие Самарского завода «Кузнецов» в модернизации двигателей для газовых сетей. Завод уже готов приступить к выпуску современных газотурбинных установок. Также Алексей Миллер поддержал предложение Николая Меркушкина принять участие в строительстве спортивных объектов. В частности, многофункционального спорткомплекса в Тольятти и футбольного манежа в Самаре. В регионе уже реализуются инвестиционные проекты «Газпрома». Завершена реконструкция газопровода «Вентай-Самара». В перспективе – модернизация газораспределительных станций и других объектов на сумму более 7 миллиардов рублей. Дата, изменившая ход мировой истории. 15 марта считается днем отречения от престола последнего российского императора. Сегодня отмечается столетие этого события. И в тот же день, в 1917 году, была обретена новая икона Богородицы, названная «Державной». Во многих городах страны есть храмы в честь державной иконы. В Самарском храме на службе побывал Олег Зверев. В современной исторической науке не утихают споры об отречении Николая II от престола. Многие исследователи считают, что этот факт не подтвержден официальным документом. А значит, и говорить стоило бы не об отречении, а о свержении последнего российского императора. Между тем, в православной церкви принято считать, что в день окончания монархического периода в истории страны сама Царица Небесная возглавила российский престол. В православной церкви известно более 600 канонических изображений Богородицы. Исторически на протяжении тысячелетий сложилось их почитание как чудотворных. И вот ровно сто лет назад был обретен еще один образ Пресвятой Девы символами царской власти, который стал державной святыней государства российского. Державная икона Божией Матери была найдена в подвале Вознесенского храма в Коломенском 2 марта по старому стилю, 15-го по новому. Спустя сто лет об этом вспоминают на службе в Самарском храме в честь державного образа. Сегодня здесь отметили престольное торжество. В праздничной проповеди слова о значении иконы для каждого христианина и в прошлом, и в новом веке. Ведь русский народ или русский человек, он всегда стремится, чтобы его кто-то, скажу честную правду, ввел. Понимаете? А здесь монарх, русский царь, на которого все смотрели. И он вдруг отрекается. Трагическое событие. И русский народ был растерян. Что же дальше произойдет? Здесь является сама Царица Небесная. И в какой день именно является? Во время крестного хода звучат молитвы о возрождении святой православной Руси. И не только. Перед державным образом верующие молятся об исцелении от недугов и решении житейских проблем. Виктория Генералова долгое время не могла устроиться на работу. Все разрешилось, когда в Самару пришел Всероссийский крестный ход в честь державной иконы Божией Матери. Я вместе с ними прошла город, весь наш Самару. И я весь крестный ход просила ее, чтобы она меня устроила на работу. К тому времени я очень много болела и где-то 10 я не работала. И она мне через два дня устроила в Статья Небеский храм работать с регистратором. Вот такое у меня было явное чудо. И когда я пришла на рабочее свое место работать, то была икона, висела в державной Божией Матери. И подобных фактов собраны тысячи. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Далее коротко о других событиях дня. Интерпол ищет самарца, уехавшего воевать за запрещенной организацией. Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Самары Артема Широбокова. По данным Следственного комитета России, в качестве наемника самарец воевал в рядах запрещенной в нашей стране организации, правый сектор и батальоне Азов. Широбокову заочно предъявлено обвинение по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте». Это первое подобное уголовное дело в следственной практике ведомства, заочно направленное в суд. Прокуратура начала проверку по факту недомогания семи школьников в Новокуйбышевске. 13 марта в Новокуйбышевскую центральную больницу с жалобами на головокружение и тошноту обратились ученики школы номер 4. По информации исполняющего обязанности главврача больницы, при обследовании детей признаков травления не обнаружено. Лаборатория Департамента экологии Новокуйбышевска и сотрудники Роспотребнадзора произвели забор воздуха в трех точках города. Анализ не выявил повышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. На овощной базе Самары изъято более пяти тонн санкционных овощей и фруктов. Спецоперацию провели Самарская таможня, Россельхознадзор и ГИБДД. На двух складах нашли более четырех тонн груш и 190 килограмм лука, на ящиках которых значилась страна происхождения Польши. Также были обнаружены томаты из Турции весом около 1,2 тонн. Все продукты, попадающие под санкции, были доставлены на полигон твердых бытовых отходов Преображенко, после чего уничтожены. В Самаре ограничено движение транспорта на площади Куйбышева. Это связано с праздником, посвященным Дню воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией, который состоится 18 марта. Как сообщает пресс-служба городадминистрации, с полуночи до трех часов дня будет ограничено движение на площади Куйбышева. С шести утра по улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, а также по улице Шестаковича от Чапаевской до Фрунзе. Автобусные маршруты номер 24 и 92 будут следовать в объезд по улице Галактионовской, а маршрут номер 297 по улице Самарской. Кроме того, на указанных улицах будет запрещена парковка. В Самарскую область переселились более 13 тысяч соотечественников из-за границы. Программа добровольного переселения стартовала в 2014 году. Более половины переехавших имеют высшее образование, 75% граждане трудоспособного возраста. Около 40% участников программы являются жителями Украины. Одним из основных факторов участия в программе является возможность получения российского гражданства в короткие сроки, в течение трех месяцев. Утренняя заря Республики Коми на сцене Самарского театра оперы и балета. В Самаре состоялся концерт ансамбля «Асья Кыа». Артисты привезли из Сыктывкара большую программу. Это современное прочтение национального фольклора. А многие композиции ансамбль исполнил вместе с Волжским народным хором. Коллективы связывает и давняя дружба. Олег Зверев тоже побывал на представлении. Они поют о том, как прекрасен русский север и песни центральной России. Республика Коми – это тысячи километров вдоль Меридиана. И традиции народа очень разнообразны. Ансамбль «Асья Кыа» в переводе «Утренняя заря» сегодня на сцене Самарского театра оперы и балета. Артисты привезли композиции на родном языке. Академическое исполнение с национальным колоритом – одна из особенностей песен народа в Коми. Они более лирические, напевные. Но есть и веселые, шуточные, например. У нас Коми-язык, он как бы там очень много в одном слове. Иногда букву поменяешь, уже меняется смысл слова даже. Главная тема творчества – гармония человека и природы. Дремучая тайга и ледяная тундра перекликаются с сердечными переживаниями. Творческое направление основано на современном прочтении национального фольклора. Ансамбль «Асья Кыа» впервые ввел на сцену народные инструменты Коми. Исполнение близкое и понятное каждому. Какие-то моменты, они в любом случае схожи, как у вас в Самарской области. Без гармошки ни один праздник не обходился. Так и у нас на республике, на территории республики Нашей Коми без гармошки ни один праздник не обходился. Мы показываем и север нашего края, и южную территорию нашей большой, огромнейшей республики. Ансамбль «Асья Кыа» связывает с Волжским народным хором многолетняя творческая дружба. Многие композиции они исполняют вместе, принимают друг друга хлебом с солью в гости и поддерживают в самых лучших традициях. Концерты даем совместные, мы песни поем совместные. Мы вот, в общем-то, даже вот вчера у них был концерт в Тольятти, мы тоже к ним туда ездили, как к самым близким друзьям. И уже в ближайшее время состоится ответный визит. Волжский народный хор отправится на гастроли в Сыктывкар в конце марта. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Лечить пациентов с комфортом. В больнице Симашко завершился капитальный ремонт операционного блока. Приближают весну своими руками. В Самарском районе коммунальщики убирают остатки снега с улиц. Спасли 9 человек, ушедших под лед, и это только в марте. В Самаре прошли учения водолазов поисково-спасательной службы. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok